Дениса Пушилина Дениса Пушилина Пока же разборами завалов занимается МЧС, а в Мариуполь бесконечным потоком идет гуманитарная помощь и едут волонтеры. Георгий Мамсуров передает с места событий. Дениса Пушилина Мариуполь освобожден и, наконец, может вздохнуть спокойно. Ближайшие позиции ВСУ более чем в 100 километрах и город вне досягаемости украинской артиллерии. Последние боевики, засевшие на заводе «Азовсталь», сдались, и люди без риска для жизни могут заняться восстановлением. Город постепенно возвращается к мирной жизни. На улице все чаще видно людей в яркой одежде, на автомобилях нет белых тряпок. Ими обозначали гражданский транспорт во время боевых действий. Теперь можно не бояться. Тех, кто стрелял по машинам мирных жителей, в Мариуполе больше не осталось. В Мариуполе висят российские флаги, по улицам гуляет молодежь, в первые районы города уже дали свет и воду. На очереди подключение к водоснабжению остальных районов освобожденного Мариуполя. Потихоньку восстанавливается. Вообще не то, что потихоньку, спасибо вам. Восстанавливается очень быстро все. Во многих районах уже свет, вода. Первый подключенный к центральному электроснабжению социальный объект – Мариупольская городская больница. В этом здании пострадавшим во время боев работают настоящие герои. Даже под тяжелыми обстрелами врачи все это время продолжали оказывать помощь людям. В разрушении, конечно, у нас где-то процентов 40, наверное. У нас сильно дискамера, гараж пострадали, четвертый этаж прямое попадание, оно и на хирургии у нас там было. Ну, потихоньку все восстанавливаем, зашиваем окна, людей из коридоров перевозим в палаты. Работа с пациентами шла, идет, и людям помощь оказывают. Восстанавливать больницу помогают волонтеры из России. Пообщавшись с ними поближе, узнаем интересный факт. Эти люди – многодетные отцы. У Федора Николаевича 8 детей. Говорит, что приехал с товарищами, потому что понял – местным семьям очень нужна помощь. Мы приехали для того, чтобы оказать помощь тем людям, которые оказались в беде. Простым людям, социальным объектам. Имея возможность что-то помочь, построить, восстановить. Мы приехали по зову сердца для того, чтобы быть рядом с теми, кому сегодня трудно. Я являюсь отцом восьмерых детей, 26 внуков. Переоценить помощь российских волонтеров сложно. В Мариуполе работает множество наших соотечественников. Кто-то помогает восстанавливать город. А волонтерский проект «Мы вместе» взял на себя задачу по снабжению жителей хлебом и питьевой водой. Гуманитарные грузы из России в Мариуполь приходят уже с железнодорожными составами. Сейчас за нами стоят вагоны. Здесь их ровно 30. Это вагоны, которые пришли с Российской Федерации с гуманитарной помощью. Эту гуманитарную помощь собирали россияне. Собирали регионы. Собирал ОЖД, Народный фронт, простые неравнодушные люди. А в конце недели на помощь Мариуполю прибыл целый гуманитарный поезд. Это волонтеры Народного фронта совместно с простыми россиянами собрали и отправили гуманитарную помощь освобожденному Донбассу. Привезли продукты, воду и, главное, стройматериалы для ремонта социальных учреждений. Строительные материалы направятся на восстановление необходимых объектов, инфраструктуры, жилых домов, граждан. Устранением самых сложных завалов занимаются сводные российские подразделения МЧС. В городе работает специальная техника, а спасатели приступили к ручному разбору опасных аварийных сооружений. Перед вами реальные результаты работы сводной группировки российского МЧС. Разобраны завалы драмтеатра. Сейчас этот объект будет восстанавливаться, как объект культурного наследия. На правом берегу Мариуполя снова заработал рынок. На прилавках товары из России и ДНР, овощи, фрукты, мясо, сладости, найти можно все. Ассортимент пока не поражает воображение, но у людей уже есть выбор. Оплату принимают как в гривнах, так и в рублях. Мариупольский рынок сейчас как никогда похож на рынок в обычном мирном российском городе. Здесь люди продают как товары собственного производства с огородов, так и то, что было произведено и привезено из ДНР и России. Одна из важнейших задач – вернуть к мирной жизни детей. В Мариуполе уже заработали школы. Ученики продолжают обучение по новой для них российской системе образования. Для большинства из них русский язык родной, и учиться на нем будет проще, чем на украинском. Донбасс, он вообще коренной. Изначально мы думаем на русском, разговариваем на русском. И как бы мы не изучали украинский язык, кто-то насильно, кто-то добровольно. Мы все равно в душе все были русские. Мы не ожидали такого потока детей. Когда мы открыли школу, в первый день у нас было порядка 400 человек. А буквально за три дня это количество детей увеличилось до тысячи. Мы, честно говоря, были очень приятно удивлены. Сказали, что мы будем учиться по российской программе, по русским учебникам. Очень, конечно, этого ждем. Дети пропустили несколько важнейших школьных месяцев. Но полны желания учиться и уже очень скоро, говорят, догонят своих одноклассников из России. Мы вас догоним, обгоним и еще перегоним. Еще один важный пункт – возобновление работы общественного транспорта. Вновь запущены первые маршруты рейсовых автобусов. Они возят людей до объектов социальной значимости, к отдаленным поселкам и на пункты выдачи гуманитарной помощи. На сегодняшний день у нас семь маршрутов автобусов, которые соединяют практически все части окраины города с центром. В российском правительстве для эффективной координации усилий по возвращению мирной жизни был создан штаб по восстановлению освобожденных украинских территорий. Уже утвержден график восстановительных мероприятий, а на территориях пострадавших вследствие боевых действий работают российские специалисты для оценки размера необходимых работ. График восстановительных работ есть. Мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы. Сейчас на этой территории находятся наши специалисты, которые оценивают объем необходимых строительных монтажных работ. Завод Ильича – одно из главных градообразующих предприятий Мариуполя. При штурме пострадало несколько производственных помещений, но разрушения для такого огромного предприятия несущественны. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, завод будет восстановлен в ближайшее время. Тысячи людей совсем скоро вновь вернутся на рабочие места. Если мы берем одно из самых крупных предприятий – завод Ильича, то работают уже эксперты, проводят оценку разрушений, а также составляют определенную дорожную карту по перечню всего необходимого для запуска предприятия. А вот металлургический комбинат «Азовсталь», с территории которого вышли и сдались в плен последние остатки националистов, восстановлению уже не подлежит. Его снесут, а на месте предприятия обустроят зону отдыха или технологический парк. Со временем эти объекты должны будут привлечь город туристов, и Мариуполь превратится в настоящий курорт. Есть определенные тенденции, что этот город будет развиваться еще и в сторону того, чтобы становиться городом-курортом. Это опять же с позиции местных жителей и жителей Мариуполя. Снос «Азовсталь» улучшит экологическую ситуацию целого региона. Этот завод, в отличие от завода Ильича, который недавно был модернизирован, не обновлялся десятки лет и был одним из самых грязных предприятий Украины. Местные жители замечают, трубы завода перестали дымить несколько месяцев назад, и в городе сразу стало легче дышать. Оттуда проезжает, что сразу чувствуется у нас воздух. Только въехал в Мариуполь, и вот тогда, конечно, трубы эти самые... А сейчас полегче дышать стало? Ну, конечно, полегче. Восстановление работы Мариупольского порта – вопрос ближайшего времени. Это важный аспект. Он сможет принимать большое количество, в том числе строительных материалов. Залив разблокирован. После освобождения порта разрушение составило порядка 50%. Но на данный момент, в течение месяца, были проведены работы по разминированию. Мы восстанавливаем, и порт, я думаю, заработает полноценно уже в конце мая. До полного восстановления города пока еще далеко. Но работа ведется уже по-настоящему масштабная. И что главное – чувствуется. У людей здесь появилась надежда и уверенность. Уверенность в том, что русский народ не бросит освобожденный Мариуполь. Георгий Мамшуров, Анастасия Коваленко, Федор Шейн. Программа «Главное». Программа «Главное». Программа «Главное». Программа «Главное». Программа «Главное».